Когда клиент к вам подошел и начал с вами разговаривать, сейчас рассматриваем вот эту ситуацию, ну или когда вы к нему приехали, что будет стараться делать клиент в разговоре с вами? Молодец. Его задача выяснить как можно больше информации у вас. То есть нормальный подготовленный клиент что делает? Задает вопросы продавцу. И вот здесь-то возникает основная проблема продавца. Кажется, что я должен на его вопросы отвечать. Ну класс, он спрашивает, хорошо, расскажите мне, кто вы, вот это, хорошо, сколько стоит вот столько, почему это лучше, чем у конкурентов? И вы, кажется, вот мой звездный час, я сейчас ему все расскажу. А вот, ну я вам расскажу, стоп, нельзя отвечать на вопросы клиента. Нужно перезадать. Чем большее количество вопросов вы ответили клиенту, тем меньше вы клиенту становитесь интересным. Особенно если это по телефону, вот почему телефонный разговор такой лаконичный. Он, конечно, захочет сказать, ладно, скажите, сколько вы стоите по телефону. Ладно, объясните мне, что вы предлагаете по телефону, зачем встречаться. Не обидитесь на это. Я сам иногда ведусь, когда раз, ну, а Бог, да, ах, при встрече поговорим. Так вот, почему? Если клиент задает вопросы сам, то он управляет вашими переговорами. И это значит, он может их прервать в любой момент времени. Если он им и управляет. Он задал вам серию сложных вопросов, загнал вас в угол. Ну, вы как бы раз и, как бы, и не ответили. Тут можно, да, и скидку просить, или просто вас отправить. А когда вы, ведь он же не хочет о проблемах говорить, важно, важно понять. О проблемах не хочется говорить. Хочется играть на этой территории, у меня денег нет, но я хочу, чтобы мне бесплатно сделали, потому что у меня нет проблем. Вот. Ему хочется играть на этой территории. Посему вы хотите задать вопросы, и он хочет задать вопросы. Обязательно будет борьба. Нормальный клиент задает вопросы. Ну, не то, чтобы я не говорю, что не отвечаете ни на какие вопросы, не имею в виду, чтобы полностью тупить. А где вы размещаетесь? Нет. Мы, конечно, ведем диалог, но что опасно в вопросах клиента? Опасны несвоевременные вопросы о цене. Вот. Есть сложные проблемы. Когда в самом начале переговоров клиент спрашивает, ладно, окей, я все понял, сколько вы стоите? Знакомы? Да. Про вашу реальность просто знаю, что это. Про реальность, про вашу реальность. Не нужно отвечать на этот вопрос в начале разговора. Почему? Потому что ваша цена сейчас необоснованная и непонятно с чего. Вы скажете ему любую цену. Он говорит, окей, я знаю, где дешевле. Он сравнивает прайсы, и вы сразу как бы в минусе по отношению к кому-то, как он якобы знает. Конечно, когда вы выясните потребности, когда вы сделаете качественную презентацию, вы скажете, сколько вы стоите. Если вы стоите дороже, вы скажете это с гордостью, как будто это ваше конкурентное преимущество. Но только потом. А пока что рано. Поэтому наша удача научить от этих вопросов уходить в сторону. Избавляться, соскакивать с них. Для этого существует техника контр-вопроса. Следующая страница. Техника контр-вопроса. В простонародье она звучит так. Как вас зовут? А вас? Но это звучит некрасиво. Если вы будете работать вот в эту игру, ну один раз прокатит. Но если вы реально будете постоянно игнорить вопрос и говорить, ну ладно, а как вас? То это нехорошо. Он типа спрашивает, сколько стоит ваша услуга? А когда брать будешь? Как бы так и надо. Ну, к этому надо прийти. Чем я отличаюсь от конкурентов? А кого еще из конкурентов ты знаешь? Так, и надо. Но это слишком резко. Нужно плавно сделать. Поэтому есть контр-вопрос. Смотрите. Он состоит из нескольких частей. Чтобы плавно вести разговор, давайте я сначала попробую вам показать, если у меня уже к концу вечера хватит сил, сделать грамотный. Задайте мне какой-то неудобный вопрос, который мог бы меня смутить. Сколько вы работаете в день? Еще раз. О, класс. Слушайте, супер. Спасибо за вопрос. Это отличный вопрос. Моя цена в рынке, она, знаете, между... Она говорит, сейчас посередине. Вот моя тренерская цена, она посередине есть топовые, есть новички. И для того, чтобы мне помочь вам своим ответом, нужно кое-что выяснить. А кого еще из тренеров вы знаете, чтобы мне помочь? Васю Петю. Васю Петю. Классно, хорошо. А как часто вы посещаете тренеры? Редко. Редко, да? Но вы планируете... То есть вы сами заказываете тренеров в свою компанию? Нет, да? Начальство. Начальство. Отправляет вас начальство. Что я сейчас делаю? Да. Я сейчас работаю с человеком. И если... Почему? Я перехватил инициативу, но перехватил достаточно нетопорно. Что я сделал? Можете вычинить какие-то ходы, что я сделал? Комплимент. Первое было точно комплимент. То есть любой вопрос удобный. Сколько вам лет? Вау, класс, спасибо за внимание к моей персоне. Супер вопрос вообще. Сколько вы стоите? Вы говорите, во, отличный, своевременный вопрос. Вы профессиональный покупатель. Делайте комплимент вопросу. Это первое, там написано, комплимент. Сделайте комплимент вопросу. Прям вау, супер, молодец. Это правильный вопрос. Но иначе глупо было бы разговаривать, если не спрашивают про цену. Молодец. Вторая часть контр-вопроса какая? Это подушка. Вот подушка. Что я сделал как подушку? Ответ без ответа. Как я его исполнил? Моя цена в рынке. Вы прям запишите эту тему. Наша цена в рынке. Но она посередине между, со всеми новичками и между супер топовыми. Нельзя сказать, что я не ответил на вопрос. Ну вот, мне сказали, что ты игноришь меня? Не игнорию. Реально, смотрим, сколько времени отвечал. Но ответ не дал. Ответ без ответа. Или наша цена очень сбалансирована, соответствует качеству. Сколько вы стоите? Спасибо за вопрос. Отлично. И то, что мы точно вам можем гарантировать, что наша цена сбалансирована идеально. И соответствует качеству услуг. И с лихвой перекрывается теми выгодами, которые вы получите, работая с нами. Просто точно. Просто все покроется. Не сказали еще, но уже пообещали золотые главы. Дальше. Связка. Связка позволяет перевести разговор в нужное на русло. Звучит примерно так. Для того, чтобы помочь вам сделать правильный выбор, или для того, чтобы мой ответ, лучше так, для того, чтобы мой ответ помог вам сделать правильный выбор, вот так лучше сделать, или принять правильное решение, для того, чтобы мой ответ помог принять вам правильное решение, мне нужно кое-что уточнить. но для того чтобы мой ответ помог вам принять правильное решение позвольте мне кое-что удачное или позвольте мне задать встречу и задаете вопрос откуда вы берете вопрос который вы задаете из того скрипта который у вас есть важно важно тут 22 варианта либо вы уточняете про деньги которые думать у меня девушка спросил сколько стоит вас тренерский день либо я как бы а сколько но обычно вы платили там или сколько но это нехорошо почему не хорошо потому что в таком случае я начинаю играть под на ее территории она хотела про деньги и я кожи не хошь за деньги говорю а я не хочу про деньги я про историю а знаете ли вы других тренеров а хотите ли вы на тренинги а зачем вам еще тренинги какие проблемы будете решать то есть я его веду по своему скрипту до заставляю отвечать на мои вопросы которые ведут меня к проблеме них деньгам которые там а к проблемам которые у человека есть